Катана Зеро Итак, расскажи мне про этих людей в масках. Что ж, тогда давай начнем с самого начала. Да, давайте начнем с самого начала, потому что я нифига не знаю, о чем эта игра. Воу. Здрасте. Эм... Игра, насколько понял, я про ниндзю, который обладает какими-то сверхспособностями. Ну так как я нифига не знаю, давайте просто погружаться в лор игры. Для начала нужно разобраться с геймплеем. Так, лево-право это стик. А это прыгать. Х это удар. Б, И, Грик пока не работают. Л, Т, это прыжок, перекат. Точнее, РТ, ЛТ пока не работает. Ладно, давайте разбираться с миром игры. Так, я пока на крышах, насколько я понимаю. А, это прыгать. Я уже понял. А можно пропрыгать назад? Мне прям интересно, может какие-то пасхалки есть? А, И, Грик. Мы подобрали радужный ключ. Ну, сюда я не забирался в прошлый раз. Так, пойдем вперед, посмотрим, что впереди. И, пока прикольно, атмосфера таких 70-х, 80-х. Эпоха неона. Но, снизи в главной роли. Ух ты, прикольно. Физика. Так, нажать вниз. Он спрыгнул. Вниз, Х. Это, наверное, удар. А, все, понял. Ну, это не слишком сложно. Так, нифига ты выбиваешь двери, И, Грик. Эпоха. Эпоха. Кол. Звонок. А. Бросить трубку. На месте. А, это выбор. Выбор ответов. И еще нет. Чем быстрее ты будешь, тем лучше. Времень у нас в обрез. Окей. Давай в темпе уже. Ученого держат где-то на территории фабрики. А, то есть я могу ответить в красной зоне, что-то грубое, либо дождаться и ответить что-нибудь обычное. Так, спаси его, немедленно отправляйся по указанным координатам. Принято. Твой дар предвидения позволяет шинковать на ломти все живое на твоем пути. Окей, принял. Самое главное, не должно быть никаких свидетелей. А... Катана Зеро. Прикольный стиль. Так. А он включил музыку? You will never know. Билл Килей. Ки-кили. Килей. Ха-ха. Я не знаю, как это произнести. Укрытие на фабрике, нажмите атака, чтобы начать планировать. Блин, стилистика в целом вообще кайфовая. В духе времен GTA Vice City. Ладно, поностальгирую в другой раз. Поехали играть. Так. Вверх Х. Ага, мне дали подраться. Точнее, мне выдали новое направление атаки наверх. И, в общем, куда поверну стик, туда он и бьет. Прикольно. Так, что у нас еще добавилось? А элементы меню сверху, справа, Б, это что-то взять. Видимо, Х это ударить. Это я уже понял. По центру этого, видимо, временно задания. Блин, оно неумолимо тает. Так, а ЛТ это у нас... Ух ты. Это у нас замедление времени. Прикольно. И оно тратится. Ладно, не буду его тратить зря. Так, что мне нужно делать? Опа. Давай, попробуй ударь меня. А, мазила. Мне придется его убить, да? Блин, да у меня все равно время утекает. Нет, так ничего не выйдет. Нажмите любую кнопку, чтобы начать заново. Ух ты, прикольно. Перемотка в стиле... ВХС-кассет. Ладно, давайте загасим его. О-хо-хо-хо. Это было больно. Так. Ой, блин. Ой, блин. Ой, блин. Я пока ничего не понимаю, но это было прикольно. Котяра, ты на месте? Живой? Блин, интересно вообще, кто это? Что это за ниндзя? Что мы вообще делаем? Да, это сработает. Нажмите Y, чтобы извлечь. Ага, это видимо все, что я делал. Серьезно? Он все записывает? Ну ладно. А зачем? Видимо, мы узнаем об этом позже. Что ты сделал? А-а-а, понятно. Это лазеры, которые надо обходить. А-а-а, РТ. А, но перекат. А-а-а. Блин. Это было больно. Нет, так ничего не выйдет. Нажмите любую кнопку. А-а-а. Тра-та-та-та. Это я помню. Так, надо, наверное, сюда нажать. Ага, он может проскакивать через лазер. А этот лазер... А-а-а-а. Тоже не получается. Ладно, я понял. Все лазеры надо проскакивать. И... А-а, я могу их отключить. Гоу дальше. Да, это сработает. Блин, прикольный слэшер. Давно не играл в такие игры. Так, теперь мне дали карабкаться по стенам. И я так полагаю, мне надо выбить из под него пол. Окей. И сразу убьем второго. Я думал, это я в лазер отлетел. Так, а дальше как? Проскок. И... Я могу проскакивать? Да. Отлично. А-а-а. Блин, не получилось. Я попал в вентилятор. Так, ладно, еще раз. Пробуем убить. Второго, первого. Это не так сложно. Блин, а почему? А, надо сначала проскочить. Я понял. Так, еще раз пробуем. Есть. Получилось. Эй, включи музыку обратно. Так. Проскок. А здесь-то как? ЛТ. А, надо успеть. Надо успеть, пока он прокручивается. Красный, это нельзя. Блин. Блин, у меня кончилось замедление времени. Я понял. Так, попробуем еще раз. Успел? Да, отлично. Так, первый вопрос, который меня заботит. Кто этот ниндзя? И... Сейчас мы ищем какого-то ученого, я так полагаю. Так, мне надо открыть дверь. И загасить сразу двоих. Да, блин, классно. Прикольная боевка здесь. Жестковатая, но прикольная. Окей, это пока не сложно. И это не сложно. Так, выключил? Да, выключил. А, вот и ученый. Y. Уф. Уф. Уходим быстро. А я еще думаю, что там зато... Тарарам. Наверное, пиццу принесли. А-а-а. А-а-а. Увы, пиццы у меня нет. Давайте поугараем над ним. Я, в общем-то, не против банального спасения. Подожди, попробую встать. Давай. Ты как, нормально вообще? Ох, я уже был решил, что... Каранты котенку, спасибо. Так это твой кот был. Ты жив? Нормально все? Ну, пойдем. Че с тобой? Блин. Вот и спас ученого. Ты кто еще? Сука. А-а-а. Вот бы на камеру попало. Ну что, пацаны. Пора валить крысу. И осторожно, тут лазеры. Слышь, ты кого крысей назвал? Урод. Я до тебя доберусь. Так, лазеры договоришь? Раз. Давай. Ай, блин. Я же... Включил перед ним. Ну ладно, я понял. Блин, все сначала. Ладно. Сделаю это быстро. Благо здесь... Все происходит очень быстро. Не так уж это и сложно пока. Так, я отключил, правильно? Давай с тобой еще раз поговорим. Блин, он опять взорвался. Даже разговаривать не дали. Берегитесь лазеров, пацаны. Маты я ваши читать не буду. Так, лазер здесь. Так, ждет. И все. Уровень пройден. Эээ... А, мне дальше вниз. Я понял. Блин, а куда делась музыка? Почему я опять в тишине сижу? Да, это сработает. Твой наниматель выражает крайнее недовольство в связи с преждевременной кибелью цели. Так он сам взорвался. Иди домой, отоспись. Завтра тебе пришлют новое задание. Окей. Опа. Это где мы? А, это походу я дома. Прикольный у него дом. Хе-хе. Кто-то тусит слева. Так, ночь. Дождь. Справа никого. Y. Выпить чайку? Нет. Чайку мы пить не будем пока. Все замусорено, захламлено. Такой эдакий ниндзя, снимающий хату. Там какая-то алибарда, шлем. Y. Включить ТВ? Да. Сообщает об обнаружении 20 жертв на территории заброшенной фабрики в третьем районе. Нет. Чаю я не хочу. Одним из убитых является Дауд Бэй, ученый на службе правительства, объявленный без вести пропавшим 3 недели назад. Вообще-то не я его убил. И там не 20 человек умерло. Полиция не вда... Йотца в детали касательно инцидента, но полагает, что он связан с войнами преступных группировок за территорию. То есть я? К другим новостям. Я отношусь к какой-то преступной группировке. На водоотчистной станции в Новой Мекке произошла авария. Теперь вся вода в третьем районе непригодна для битья. Ага, и ты еще чайку хочешь попить? Мы настоятельно рекомендуем жителям третьего района избегать употребления воды до дальнейшего уведомления. Я не смогу уснуть, не выпив чай. Ах ты, привереда. Под употреблением понимается как прямое назначение, так и гигиеническое, а также садовническое. Ответственные лица Стыка заявляют, что ситуация на контроле решится в течение 20 часов. Ладно, неважно, короче, пьем чай и ложимся спать. К другим новостям. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по поимке серийного убийцы, известного как Змей. Блин, интересно почитать. Что это за убийца? Если вам известно что-либо о его местонахождении, немедленно обратитесь к ближайшему представителю Стыка. Стык это, видимо, местный орган управления. Сообщает. Ага, все по кругу пошло, я понял. А Змей это случаем не я? Ладно, пока слишком много вопросов и слишком мало ответов. Попробуем уснуть. Давай, засыпай, самурай. Ух ты. Чё это? Чё это за место? Прикольная музыка. Какой-то сарайчик летающий. Выглядит круто. Что это за тени справа? Нажать Б. А это я? Так, я кому-то кинул мячик. И мне кинули мячик. И опять кинул мячик. И опять мне кинули мячик. Прикольно. Очень увлекательно. Опа. А ты еще кто? О-о-о! Твою мать. Я не ожидал, что тут будут ужасы. Осталось 9 дней. Какой кошмар. Прошу, проходи, располагайся. Осталось 9 дней до чего? Что за отчет времени? А ты еще кто? Ладно, попробуем поговорить с тобой. Выглядишь неплохо, особенно с учетом обстоятельств. В прошедшей ночи. Что ж, приступим. Просто дай мне лекарства. Мы уже два месяца как даем тебе половину обычной дозы. Как самочувствие галлюцинации? А... Ну, кошмары снятся. Вот как? Возможно, мы говорим о побочном эффекте лечения. Расскажи, что тебе снится. Какие-то тени, странное устройство. Я играю с мечом. Ну, тени? Ух ты. Ну да. Мне нужен укол прямо сейчас. Значит, в твою комнату... В комнату входит тень. Что это за тень? Она идет ко мне. Она идет к устройству. А что за устройство? Я не вижу устройства. Может, эта тень хочет что-то сделать с этим устройством? Может быть. Что за дядька? Вот как. Я не думаю, что этот человек хотел тебя обидеть. Не нужно его бояться. Может и так, где мое лекарство? Давай про лекарство спросим. Что ж, сегодня ты был очень послушным. Слышь, иди в жопу. Я не послушный. Я самурай. Во мне течет бойцовская кровь. Наше время вышло. Подожди, я найду твою папку. Окей. Пока... Я нифига не понимаю. Видимо, этот самурай завербован. И... Они ему постоянно колят какие-то вещества. Сегодня ты сделал большой шаг на пути к исцелению. Здесь вся нужная информация о сегодняшней работе. Ага. То есть у меня сегодня есть работа. Окей. Так, а где папка? Видимо, она у меня. Ладно, пойдем. Вот и папка. Открыть папку. Destroy After Reading. То есть после чтения уничтожить. Джош Роуз. Возраст 56, рост 175, цвет глаз карри, тра-та-та... Миллиардер, меценат и инвестор, председатель общества послевоенного восстановления новой Мекки. Замешан в торговле с запрещенными препаратами. Постоянно находится под усиленной охраной. Уничтожить папку. Прикольно. Так. А никто не замечает, что я мечом такой? Шагаю туда-сюда. Эй, привет. Как дела? Какой-то он высокий по сравнению со мной. Ладно. Привет. Молча сверлить взглядом. Добрый день. Я могу чем-нибудь помочь. Нет, так что я пойду. Вау, какой у вас наряд интересный. Слышь, я очень спешу. И куда же вы так спешите? Какая тебе разница? Отвали от меня. Ага. А что у вас за наряд такой? Блин, ты чё, тупая, я же тебе ответил уже. Короче, отстаньте, пожалуйста. Извините, не расслышала. Заткнись. Наверное, мне послышалось. Заткнись. Психанула. Всё, с меня хватит. Только такой фигни не хватало. Пошёл нахрен отсюда. Пошла в жопу. Допытываешь меня. Ничего я тебе не скажу. Я иду по своим делам. Итак. Ох. Сники драйвер Билл Килле. Отель Мердовер. Мердовер. Нажмите. Атака, чтобы начать планировать. Окей, мне дали поуправлять. А мне нужно зайти, видимо, в лифт. Погнали. Так. Тут наверняка кто-то будет. Да, есть. Одного убили. Босс. Змей. Змей здесь. Да, это я змей. Круто. Тревога. Блин, надо дёргать отсюда. Успел? Да. Значит, я всё-таки убийца. Убийца змей. А. Б. И. Чё это значит? А, это отвлекающий манёвр. А мне зачем? Я их так загашу. Да, они с кулаками, они ничего не сделают. Их можно просто так вырубать. Ладно. Это было не так уж просто. Попробуем ещё раз. Да, ничего сложного. Сложнее с автоматами. Ну, я видел там с автоматом чувака, которого надо было отбивать. В самом начале. Так. О, а это что за перчик? Тоненький такой. Интересно. Чё он умеет? Особо ничего и не умеет. Ладно, поехали дальше. Первый, второй. Ничего сложного. Опять этот перчик. Да, блин. Как он так быстро это сделал? Ладно. Попробуем. А, он отбивает удары? Нифига себе. Ну, ладно. Пока это не так сложно. Ладно. Следующий. Второй. Блин. В натуре отбивает удары. Я немного ещё не привык к боёвке. Ай, не догонишь. Блин. А, всё, понял. Он первый удар отбивает и после этого оглушается. Что у нас дальше? Слушай, а как думаешь, кто победит? Змей или сила Чтери? Опа. А это, наверное, местный босс. Блин, но... Кто за тупые вопросы? Терри каждый день приседает? Ну да, но Змей зато может 10 человек с автоматами на ремни порезать мечом? Да, я такой. Ну тогда это, как бы... Давай не тупи, придурок. Змей победит тогда. Красава. Ты угадал. Я вас всех побежу. Ох ты, блин. Подожди, а как... Как от него отбиваться? Я не понял. Ладно, ваши разговоры в жопу. Давайте... Так. Сразу же гасим этого. Отбиваем этого. И... Следующий. Так, мне предлагают зайти в дверь. А внизу ничего интересного нет. Может, пасхалка какая-нибудь? Нет? Я же какой-то ключ поднимал от радужной комнаты. Ладно, пойдем в дверь. Итак. Это пентхаус или еще нет? А... Блин, их там... Трое. Успею ли я их всех загасить? Давайте просто попробуем подраться. Да, это было не сложно. Эй. Эй, тупень. Открывай дверь. Ты что, меня не слышишь? Так, один откинулся. А ты что, не бежишь? Давай, прям сквозь лазер. Блин, а я смогу пролететь и сразу ударить? Да. Это было не сложно. Есть. Блин, пока ничего сложного. Поднимаемся по какой-то канализации. И что у меня за цель? А, я понял. Тот чувак, которому 56 лет. Да десак. Есть. Блин, я его подобрал, только не понял, как им пользоваться. А, буква Б. Я понял. Так, попробуем кинуть. Есть. Зарезал. Выходи, падла. Ох ты, блин, чуть не попался. Ладно, мне походу наружу. Так. Здесь никаких секретов. Эй. Давай сюда. Сюда, говорю. По одному. Есть. Опа. Какой-то бюст. Держи бюстом по голове. Опа. Вот это сложно будет. Так, я, по-моему, отбивал кнопкой РТ. Сам подошел, придурок. Окей. Так, вот мы и на крыше. Вот он. Я знаю, зачем ты здесь. И не собираюсь порадовать тебя, умерев от твоей руки. Кинул он сигарету. Убить его. Он не совсем тот, кого я ожидал увидеть. Признаться, я удивлен, что вас таких несколько осталось. А, несколько? Ты еще и не знаешь. Ну да ладно, неважно. Еще одна ошибка военного времени. А, ну, пожалуй, я буду спрашивать у них перед смертью что-нибудь. Мне жаль, что тобой я принес людям столько боли. Прощай. В смысле? Что значит, тобой? Эй, ты куда? Куда он спрыгнул, придурок? Уровень пройден. Вы что, прикалываетесь? Он сам спрыгнул. Эй, а мне-то что делать? Он мою работу сделал. Блин, вот падла. Ладно. Так, куда мне дальше-то? А, все, понял. Блин. Вы меня так не пугайте. Опа. Стоять. Поступила оперативная информация, что в здании стреляли. Представьтесь. Я не стрелял. Это он. Он всех убил. Блин. Зря я с ней поругался. Окей. Так. Блин. Блин, а как уворачиваться от пуль? А, у меня же есть замедление времени. Блин. Ха-ха. Он прям в упор выстрелял. Подожди, я не разобрался пока никак. Так. РТ. Блин. Попробуем замедлить время. РТ. Или просто удар. Давай стреляем. Нифига не получается. Давайте просто РТ и удар. РТ. А, я понял. РТ. Уклонение от пуль. Так эта коза убежала. Администратор отеля Мюрдовер погибла исключительно из-за твоего наплевательского отношения. Рекомендую в дальнейшем сводить сопутствующий щерб к минимуму. Сорян, я не знал, что с ней ругаться нельзя. Опа. Туса. 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 Опа. Кто там? Ты кто? В смысле? Ай. Она похожа на... Ту тень. Эй, смотри, куда прешь. До тебя. И вообще ты, незнакомый, это ты... Это ты шумный урод? Хм. Нет. Шумный урод рядом. Шумный урод живет рядом со мной. Ой, в общем, он сатанический урод. Я в последней квартире живу. А давай не сейчас. А ты где живешь? Нет, давайте поговорим. Соседний, не люблю детей. Соседний. А, вам шатники? Значит, мы с тобой соседи. Сдохнуть можно со скуки. Чао, соседозавр. Ха-ха-ха. Прикол. А где моя хата? Так, она живет, по-моему, в тусовочной комнате. Или нет? А, в той пустой комнате, которая была справа. То есть это ведь... Я понял, сзади. Это было несложно. Вот там она живет. Ужасное происшествие в отеле Мёрдовер. Конфликт между криминальными группировками унес жизни 30 человек. Да там меньше было. В числе которых было двое полицейских и известный своей эксцентричностью миллиардер Джош Роуз. Блин, он сам спрыгнул. Который был сброшен с балкона своего Питхауза. Он сам спрыгнул и... Тот ученый сам взорвался. Пока что у полиции нет зацепок. Давай чаю выпьем. Куда мы без чая? Но аналитики предполагают, что нападение было совершено хорошо координированной группой лиц. Да-да, да, именно так. Мы рекомендуем вам по возможности не выходить из дома. Пожалуй, проведу эти несколько дней дома. Сколько там, 9 осталось? Другим новостям. Хочешь похудеть? Дворник знает как. Ладно, все, пробуем уснуть. И мы опять в этом домике. Летающем. Загадочном. Вот она, эта девочка. Что происходит? Твою мать. Это еще кто был? Ладно, разобрались. Та была девочка и потом ученый. А кто зашел? Хорошо, осталось 8 дней. Ладно, нифига не понятно, но прошу, проходи, располагайся. Он похож на моего психолога. Для начала давай обсудим, насколько здоровый у тебя сон. Тот кошмар повторялся. А... Прошлой ночью? Не знаю, стоит ли быть честным с ним? Ага, вот как. Расскажи, что происходит в этом сне. Ученого убили. Пока я расскажу ему всю правду. А потом будет видно. Ага, ясно. Значит, этот ученый с тобой заговорил? Да, но я его не понял. Скорее крикнул. Да, но я его не понял. И сразу после этого его застрелили. Может, он пытался тебя предупредить? Прячься. Они. Кстати, может быть. Да, думаю, он пытался предупредить. Да, думаю, это так. Я подозреваю, что эти сны связаны с неким травматическим воспоминанием, имевшим место быть еще до ранения. А ранение? Ты почти погиб во время войны. Серьезная черепно-мозговая травма, последующая амнезия. Ясно. Была какая-то война. С тех пор мы работаем, несмотря на твою потерю памяти и исказившееся восприятие времени. Твоя медаль за отвагу не только служит важным напоминанием о твоих жертвах, но еще и связывает тебя с твоим прошлым. Мне нужно мое лекарство. Я наблюдаю медленный, но стабильный прогресс. Скажи, а как у тебя с личной жизнью? Встречил вчера кое-кого без изменений. Эээ, поговорил с девочкой. Даже так? Весьма неожиданно. И кто же она? Эээ, ребенок. Она рядом живет. О, похоже, я неправильно тебя понял. Что ж, возможно, ну и к лучшему. Эээ, ребенок в третьем районе? Необычно не сказать больше. И... Блин, почему необычно? Ты и сам прекрасно знаешь, третий район мало подходит для воспитания детей. Ясно. Что ж, сегодня ты сделал большой шаг на пути к исцелению. Подожди чуть-чуть. И сейчас мне вколят очередную досу. Я пойду крушить следующего соперника. Блин, пока он, мне кажется, каким-то плохим парнем. И не вызывающим доверия. Это был очень продуктивный разговор. Завтра мы обязательно побеседуем еще. Просто благодаря разговору с ним, я хоть как-то начинаю понимать, что происходит в этой игре. Так, следующая папка. Открыть папку? Эээ, DJ Electronic? Возраст 24, рост 180. После успешного выполнения задания отправить код. Ладно, это все не важно. Известный DJ из второго района замечен в распространении наркотиков. Цель практически не охраняется, но постоянно находится в окружении фанатов. Патологический лжец. Не вступать в разговор. Мне кажется, я вступлю в разговор. Опа. Туса. Клуб неон. Hit the floor. DJ Electronic. Ну, давайте начнем. Так, Y и в сторону. Что это значит? А, это красться можно. О, вот это мне нравится. Вот это колбаса. Так, он меня видит, нет? Слышит, видит. Ты меня не видишь. Ты меня не видишь. Ага, я могу затеряться в толпе. И с девчонкой постоять, поколбаситься. Смотри, он колбасится. Блин, кайфово. Я просто попробую прокрасться. Оп. Ты меня не видишь? Наверху я его вижу. Ну, я не видишь. Я просто танцую. Вали, пока фашку не оторвал. Я видишь, танцую, что ты докопался. Окей. Мне кажется, он злой. Ну, все. Ты огребаешь. Иди выходи сюда под камерой. Хе-хе-хе-хе. Не ожидал? Черт. А, простите. Блин. А как мне проскочить? А, я понял. Это было просто. Ээээ. Господи Иисуси. Иисуси Сила-4. Я отомчу за тебя. А, это был тот Сила-4? Ты за это заплатишь. Блин, друг, прости. Он сам нарвался? Это тот, который постоянно приседает, да? Блин. Окей, погнали. Блин. В смысле? Я же ударил. Ладно. Эй, только для персонала. Сорян, друг. И ты, сорян. Так. Ай, подходи. Подходи уже. Все. Вырубил. Ай-яй-яй. Ну все, все. А, вот. Спрятался. Да, это сработает. Блин, я же его уже достал. Мне, в принципе, осталось-то запрыгнуть наверх. Опа. Опа. Можно? Эээ. А ты еще кто? Лазер. Окей. Так, насколько я понял, надо нажать РТ. Да. Уклониться. Ух ты, блин. Блин. Да я не знал, что там сразу стоят эти вояки. Окей. Окей. Это было не сложно. Да как так-то? Я застрял. Блин, ладно. Ладно. Есть. Следующий. Да, блин. Напрягают эти чуваки, которые умеют отбиваться. Отбиваться. Ну, блин. Ну, наконец-то я смог пробиться через эту толпу. И остался последний. Есть. Так, ну, походу, ПД внизу. Тесак. Ага. Блин. Надо вырубить этого и сразу же кинуть тесаком во второго. Или наоборот. Или можно убить обоих просто. Так, а это что? А, подожди. А, о, нифига себе. Мне еще и осматриваться можно. Так, это... Ясно. Это было не сложно. Окей. Хотя это был пока самый сложный уровень. За всю игру. Блин. Подожди. Подожди. Есть. Блин, иногда надо сконцентрироваться, чтобы... Ты шутишь? Их там дофигища. Подожди, а как их там-то убить? Давай попробуем. Так. Взять. Подкатиться. И... Да кто-кто-кто. Да елки, я же не понимаю, что делать. Так. Следующий. Ага. И... Пульки, пульки. Блин, а как от пулик-то уворачиваться? Может время замедляется? Я почему-то забываю про эту кнопку. Есть. Оказалось, это не так... Не так сложно. Блин, можно было просто трупов высечь. Что я сразу не догадался. Ну и ладно, я их убил. Это было интересней. Так. Сейф. Кстати, а что за ключ-то я вначале подобрал? Я так и не понял. Так, извините. Подвиньтесь. Мне нужно пройти. Тут никаких секретов нету. Ой, блин, тут же... Ой, блин, тут же... Нет, все-таки успел. Ой, и тебя успел. Как мне повезло. Так, сверху у нас получается... Чувак ходит. Давай-ка попробуем дымку напустить. Он меня заметил? Нет. Есть. Убил. Так, ну с дымом достаточно просто. Только вот... Тут стягнем. Да. Можно дотянуться. Так, туда меня не пускают, да? Нет, туда не смогу, наверное, пролететь. Я не хочу пробовать. А... Извиняюсь, а как? Блин. А смогу я все четыре пролететь? Есть. Получилось. Так, а ты... Ах, ты ж падла. Блин. На самом... Ха-ха-ха. В конце уже. Нет, все сначала. Окей, ладно, поехали. Пролетаем через эту хрень. И убиваем этого придурка. Все. Я сделал это. Так, ну а теперь мы идем, видимо, за... диджеем. Туда, где колбаса. Нет, еще не колбаса. Доходя, Горичерс. Трещавый совет готов вынести вердикт касательно принятия тебя в свои ряды. Неужели? Неужели вы наконец-то примете меня? Ты смог зачесать свою криву в лучшую из причесок. В помпадур. Ха-ха. В любом барбершопе тебя узнают в лицо. Однако же, мы не можем принять тебя. Интересно, почему? Ну, блин. Мы не можем принять тебя, пока ты не накидаешься с нами пивасом. Ха-ха. Прикол. Ох, блин. Я чуть-чуть не повелся. Бульк, бульк, бульк. Блин, прикольный юмор в этой игре, на самом деле. Но вот эти падлы меня бесят. Более никто не будет звать тебя, доходя к Ричардам. Мне кажется, я сейчас все время задания потрачу на чтение. Отныне, сын мой, ты будешь в трещавом реке. Ричардам. Отлично. Вот Сила-4 обалдеет, когда узнает. Прости, но Сила-4 уже нету. Ну что, пробуем пробиться с боем. Ой, да это было не сложно. Так, с тобой тоже было не сложно. Блин, не спалился. Спалился. Давай следующий. Они меня бесят тем, что умеют... А, нифига, нифига он метает. А, надо было... Да блин. Надо было наверх кинуть этот предмет. Ладно, попробуем пробиться еще раз боем. В принципе, я с боевой механикой уже разобрался. Чуть-чуть. Так, там еще кто-то с автоматом стоял, я помню. Или нет. Опа, кто-то спалился. Ха-ха. Так, здесь ничего интересного. Попробуем включить еще. И... Блин, сколько же у вас тут? Так, там лазер, я не пробьюсь. Хотя, если попытаться... Или пробиться отсюда... Но придется убить двоих сразу. Давайте попробуем. Давай, давай, давай. Есть. Есть. Замедление времени это достаточно просто. Так, теперь проблема в том, что мне надо выбить... того чувака дальнего. После убийства этого. Да блин, я не успел. Черт, все сначала. Так, мне кажется, я понял, как это проходить. Ну, на всякий случай не успел. Я вырубить хотел эту пушку. Ладно, поехали дальше. О, колбаса. Кто звонит? Ты не должен говорить с электроником. Давайте так. Принято, но я поговорю с ним. Ты не должен говорить с электроником. Что ты мне командуешь? Вот хочу и заговорю. Так, Y. Может быть, он что-то расскажет, неинтересное. Здорово, чувак. Меня глючит? Нет, я пришел убить тебя. Мамин ежик меня не глючит. Так, чувак, давай без резких движений. Я все верну. Я все сейчас верну. Чего ты там бормочешь? Слушай, если эта дурь была твоя, ох, Иисусе, я все верну после пати. Только не убивай. Что за дурь? Ну, твоя дурь, блин. Вещества. Я только разочек их попробовал на пати, честно. Ну, окей. Меня так вставило, будто бы время начало замедляться, повторять само себя. Меня дико глючит с тех пор. Я... я все верну. А... Интересно, мне тоже самое колят? Где она? Ты точно настоящий? В смысле, там, где и была, в твоем хранилище. А... он меня знает? Я ее не украл даже. Я просто выкупил этот сраный склад. Мне сказали, что хозяин умер. Как эта дурь называется? Да не знаю я. Оно в бутылке без этикетки. Ну, окей. Так, стоп. Ты не знаешь, как она называется? Ты кто такой? Не буду я мата читать. Слышь, сейчас подгребут пацаны и... Тебя в рот и в жопу. Тебе... Конец. А... нет больше пацанов. Ой. Ой, ой. Чувак, не надо. Сразу переобулся. Смотри, морда довольная. Слушай, чел, давай так, короче, я с тобой дурой поделюсь, если ты меня отпустишь. Нет. Я что угодно сделаю, умоляю. А... Пускай идет. А вот не знаю почему, но пускай идет. Клево, очень клево, чувак. Блин. Кто его убил, блин? Опять за меня кто-то это сделал. Какой-то снайпер. Так, убивать их или нет? Походу, придется убивать. Окей. Туссе продолжается. Блин, до чего тут мощная музыка? Аж экран пресет. Ладно, поехали еще раз. Теперь серьезно. Так, второй. Третий. Четвертый. Ай, блин, я тебя не заметил. Я посмотрел, там кто-то сверху бежал, интересно стало. Да блин. Лучше ж вы, падлы, шустрее. Да как так-то? По-моему, я успел. Или кто-то еще остался. Да. Да, я смог это сделать. Раза с двадцатого. Ёлки-палки. До чего сложный уровень. Работодатель никогда не узнает подробности о смерти электроника. Это очень хорошо. Но я знаю, я знаю, что ты проигнорировал протокол. Кто это? Любое дальнейшее отклонение от него повлечет за собой дисциплинарное взыскание. Ну... Ну и хрен с вами. Опять эта девочка. Привет. Ты чего здесь делаешь? Ты меня ждешь, что ли? Ну, привет. Ты, дурачка, я себе не строй, дядь. А то бегемот превысит служебные полномочия. Чё? Раур. Вываливай, собака сутулая. Воровской карман спрятал Левиафана. Она, видимо, сама с собой разговаривает. Это игрушка, что ли? Бегемот не просто игрушка. Мой маленький пушистый дружок, зацени. Давай. Чё там? Бегемот светится только тогда, когда Левиафан рядом. А ну, открывай дверь, пока он не посадил тебя на бутылку. Прикол. А... Не буду. Откройте, динозавр. Фриция. Ладно, только быстро. Чё она задумала? Вот так-то. Я же говорила, что он всех сдаст. Бегемот. О чём она, блин? Она тоже под наркотой, что ли? Вот слева, походу, совсем под наркотой. Господи, ну и срачельник. Я вообще не удивлена, что ты меня пускать не хотел. И? Вот. На, держи бегемота. Чем ты ближе, тем он ярче. А... То есть я Левиафан? В твоём понимании. Бегемот. И чё это значит? Ну, давайте походим, поосматриваемся. Осмотреть буфет. А зачем я это делаю? Ничего. В буфете ничего. Осмотреть холодильник. Ты хочешь её угостить чем-то? Тут только рыбьи головы. А что ж ты журёшь-то? Осмотреть стойку. Ничего. Нет. Выходить пока не будем. Осмотреть за диванье. Прям как целая страна. Ничего. Осмотреть под диванье. Ха-ха. Ну и название. А... Что? Левиафан? А, мы искали Левиафана? А, я говорил, я знал, а он у тебя был. А, понимаете, я не имею, что это на самом деле. Здоровенький булы Левиафан. Ты что, с Украины? Раур? А, о, они сильные. А, блин, я даже не знал, что он здесь. Да уж, конечно. Такой большой, а в игрушки играет. Ну... Пойду я. Можешь себе Левиафана оставить пока. Но если будешь его обижать, то мы с Бегемотом выставим тебе дверь. Чао. Давай, мелкая. К другим новостям. А, зачем мне Левиафан? У полиции пока нет подозреваемого в деле об убийстве диджей Электроника, который погиб от пулевого ранения в голову во время выступления в клубе Неон. Эм... Эм... Убийство полекло за собой панику и давку, в которой пострадали многие посетители. Сейчас они будут ссылать все на меня. В том числе и самый главный человек в новом Мекке, Села-4. Блин, похоже, он знаменитость этот, Села-4. Несмотря на эту трагедию, менеджер клуба Неон, Стерлинг Сильвер, заявил, что шоу маст го он. Ха-ха, прикол. Мы сейчас быстренько стены с полами ототрём, и снова можно тусить. Что ж... К другим новостям. Обрушение места в третьем районе повлекло за собой гибель семьи. Так, ладно, это мы не будем читать, и попробуем уснуть. Посмотрим последний сон, и закончим с Сирью. С Сирью? А... Что это был за глюк? Опять мы играем. Опять сейчас забежит учёный. Прячься. А не... Застрелил. И... Забрал. Девчонку кинул куда-то. В левиафана превратил. И застрелил... Меня. Ни хрена не понятно. Осталось семь дней. Ну и на этом всё. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить, что будет дальше. И поддержи меня лайком. Ну и всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok